Точно так мы продолжаем плести, пока не сплетем необходимое количество вот таких элементов. Опять выходим в биконус, в нижнюю бисеринку. И вот здесь мы уже разворачиваемся в эту сторону, чтобы выйти в центральную бисеринку. Продолжаем плетение наших элементов. Давайте я сплету еще один, чтобы уже было понятно, что нам делать дальше. Так, биконус, бусина-рондель, бисеринка, центральная бусина-рондель, бисеринка, рондель 3х4, биконус и закрываем на бисеринке, из которой мы вышли. Выходим по нашим бусинам в центральную бусину-рондель. Подтянем все хорошо и делаем еще один набор для следующего колечка. Бисеринка, бисеринка, бусина-рондель 3х4, бисеринка и закрываем колечко на нашей центральной бусине. Выходим. Вот еще один момент. Чтобы потом не пришлось лишние проходы делать, лучше всего после того, когда вы сделали два колечка, выходить в ту часть, в то колечко, которое вы только что закончили, то есть из которого вы будете потом продолжать вашу работу, ваше плетение. Вот я выхожу в это колечко, в бусину-рондель. И здесь добавляю бисеринка, биконус 2 мм, бисеринка. Захожу в следующую бусину-рондель. Подтянули хорошо. Набираем биконус, бисеринка, биконус. Выхожу в следующую бусину-рондель. Аккуратно укладываем бусины. Набираю бисеринка, биконус 2 мм, бисеринка. Выхожу в следующую бусину-рондель. Набираю биконус, бисеринка, биконус. Захожу в бусину-рондель. И выходим через бисеринку, выходим в наш биконус, вот этот 2 мм. Набираем по 3 бисеринки. 3 бисеринки, проходим 2 бисеринки между бусинами-рондель. 3 бисеринки, проходим в следующий мелкий биконус. 3 бисеринки, проходим в следующие 2 бисеринки между бусинами-рондель. 3 бисеринки, проходим в бусину биконус. И продолжаем проходить по этому же ряду, добавляя недостающие с двух боковых сторон мелкие биконусы. Вот таким образом. Прошли 3 бисеринки, добавили биконус мелкий, прошли следующие 3 бисеринки. Переходим на следующую сторону. Добавили мелкий биконус. И опять-таки мы должны выйти, после того, когда мы наберем количество необходимых вот таких элементов на нашу руку, мы опять-таки должны выйти именно вот в эту вот конечную бисеринку, вершину между нашими биконусами. Вот таким образом я выхожу в эту бисеринку и начинаю оплетать мой браслет. То есть вот эту вот центральную часть нашего браслета мы оплетаем следующим образом. Я набираю... Вот теперь я буду использовать уже более темные биконусы. Более темные биконусы. Именно вот здесь на углах я использую биконус, бисеринка, рондель, бисеринка, биконус. И захожу... Вот смотрите, буду проходить теперь по вершинам между моими вот этими бисеринками. Между этими бисеринками. Только вот здесь на краях я делаю вот такой набор. В остальных местах такой набор, но по краям у меня обязательно есть еще бисеринки. Бисеринка, биконус, бисеринка, рондель, бисеринка, биконус, бисеринка. Вот видите, у меня здесь до и после каждой бусины есть бисеринка. Здесь у меня только перед рондель. Перед и после рондельки. Вот такая вот получается каемочка. Снова бисеринка, биконус, бисеринка, рондель, бисеринка, биконус, бисеринка. И выходим в следующую вершину. Так по всему краю мы должны пройти. А здесь мы опять не набираем вот эти первые бисеринки. Я набираю сразу биконус, бисеринка, рондель, бисеринка, биконус. И захожу вот в эту вершину. Вот таким образом. Точно так мы поступаем и с противоположной стороны. Вот это то, что у вас должно получиться после того, как вы пройдете по всем краям. После того, когда вы закрыли уже вот ваши края браслета таким образом, мы проходим дальше. По первому набору, какой мы сделали. Вот смотрите, я прошла по первому набору, какой у нас сделан. Набираю одну бисеринку и прохожу биконус и бисеринку. Вот теперь я набираю снова крупный биконус, мелкий биконус, бисеринка. И захожу в бисеринку между биконусами здесь в центре. Аккуратно протягивайте все это, чтобы у вас все это аккуратно встало, подтянулось хорошо. И снова бисеринка в обратном порядке. Мелкий биконус, крупный биконус. И проходим центральный рондель. Вот через рондельку эту пройдем. Только бусина рондель. Аккуратно подтянем. Набираем снова крупный биконус. Вот здесь я придерживаю леску, чтобы у меня не расползалось то, что я уже сделала. И прохожу биконус 2 мм и бисеринку. Аккуратно подтянули. Набираю бисеринку. И прохожу с противоположной стороны бисеринка и мелкий биконус. Подтянули. Набираю биконус 4 мм. И прохожу. Смотрите. Прохожу до следующего центрального бусина рондель. Вот до этого места. По бисеру проходим до следующего места, где нам нужно заполнить. Вот перед бусиной рондель я выхожу. Снова набираю. Биконус 4 мм. Биконус 2 мм. Бисеринка. Захожу в центральную между биконусами бисеринку. Подтянули аккуратненько, хорошо все. И снова в обратном порядке. Бисеринка. Биконус 2 мм. Биконус 4 мм. И проходим бусину рондель. Только бусина рондель. Набираем бусину рондель. Придержим леску. И пройдем биконус 2 мм. Это биконус 4 мм. Мы проходим сейчас биконус 2 мм. И бисеринка после биконус 2 мм. Аккуратно подтянули, чтобы у нас улегло здесь все как положено. Бисеринка. Проходим бисеринку и биконус 2 мм. Набираем биконус 4 мм. И проходим дальше. Вот сейчас у нас момент, когда мы в принципе можем начинать пришивать застежку. То есть, вот смотрите. В принципе, мой браслет почти готов. Мне осталось еще один ряд пройти по кругу. И я пока буду проходить вот этот последний ряд, я могу пришить вот в этом месте застежку. Вот смотрите. После того, как я вышла после биконуса в бисеринку, я набираю одну бисеринку. Точно так, как вот мы с этой стороны набрали с вами. Видите? Третья бисеринка. Набираю бисеринку, прохожу. И уже зависит от того, конечно, какая у вас застежка, вы должны будете для себя принять метод пришива. Ну, моя застежечка вот такая, что она вот имеет здесь, видите, такое отверстие одно. Поэтому я пришивала между биконусами. Просто пришивала между биконусами. Вы можете уже в соответствии с вашей застежкой пришивать за бисеринки вот здесь, либо за биконусы. То есть, как вам будет угодно и удобно. А я вот двигаюсь пока вперед и хочу показать вам последний ряд, какой я делаю. То есть, вот эти места, первые наборы, мы абсолютно здесь ничего не делаем. Только вот мне, когда буду проходить по кругу, надо со всех сторон, чтобы у меня вот после первого вот этого набора, крайнего, обязательно здесь вот одинаковое количество бисера было. Поэтому вот я снова добавляю с этой стороны третью бисеринку. И смотрите, что я дальше буду делать. Я прошла в первую бисеринку. Набираю бисеринка. Биконус. Бисеринка. И прохожу в биконус вот таким образом. То есть, мы делаем вот такие уголочки. Закрываем наше пространство открытые. Так. Немножечко здесь. Так. Вот у нас такой уголочек получается. Вот видите. я прохожу через пусину рондель. Выхожу в биконус. биконус. И снова набираю бисеринка, биконус, бисеринка и прохожу через три вот эти бисеринки. Вот такие уголочки мы делаем с вами. Итак, мы должны пройти по кругу. И это будет наш последний ряд, какой мы сделаем для того, чтобы вот закончить наш браслет. Такие уголочки, которые закрывают у нас все лишние пространства, все свободные пространства, да? И делают более объемным наш, более массивным наш браслет. И здесь смотрите, опять вот перед крайним набором я выхожу в одну бисеринку. Добавляю третью бисеринку. Продвигаюсь до места, где пришивать должна застежку. То есть с одной стороны мы прошли через застежку, теперь мы должны пройти через застежку вот в этой стороне. Но так как у меня здесь застежки сейчас нет, то я просто пройду. Вот здесь мы пришиваем застежку и одновременно продвигаемся на противоположную сторону, чтобы заполнить и ее. И здесь у нас уже есть третья бисеринка. Поэтому я просто выхожу в бисеринку и добавляю биконус. Бисеринка, биконус, бисеринка. Закрываю уголочек. Прошли бусину рондель, биконус. И закрываем уголочек. Бисеринка, биконус, бисеринка. Проходим три бисеринки. И таким образом наш браслет будет окончательно оформлен. Вот я добавлю еще здесь немножечко биконуса, чтобы уже могла закончить этот кусочек. Бисеринка, биконус, бисеринка. Закрываем уголочек. Проходим через бусину рондель. Биконус. И вот я последний уголочек сейчас закрываю. И уже мы посмотрим с вами, что у нас окончательно выходит. Вы можете пройти еще раз по крайним бисеринкам, чтобы еще раз пройти по вашей застежке и окончательно ее укрепить. Вот так вот плетется этот браслет. Так он выглядит с изнаночной стороны и с лицевой стороны. Браслет достаточно красивый. И не знаю, конечно, на мой взгляд, на ваш вкус вы можете подобрать любые подходящие вам цвета и вот создать вот такое вот украшение. И я считаю, что на этом мы можем закончить наш мастер-класс. Если вам понравилось то, что мы с вами сегодня делали, можете подписываться на наш канал, чтобы получать новые мастер-классы. Спасибо. Продолжение следует...